Всем привет, мои хорошие! Желаю вам всего хорошего дня и хорошего настроения! У меня вчера вечером заболел Ваня. Пришел со школы, заболел у него живот, сопли. В общем, сегодня оставила его дома. Пускай немного посидит. Если лучше не станет, то в понедельник пойдет в больницу. Но сегодня ему гораздо полегче. Живот уже не болит. Вот. Не знаю. В общем, что-то, может быть, в школе съел. Вот. Его что-то и тошнило, в общем. И вот так. В общем, вот так, мои дорогие. Сейчас поеду к маме в больницу. Передачку надо увезти, попроведывать. Потому что завтра муж на работу и... Так скажем, в больницу, да, и сегодня съездил уже. Вот. Так что, вот так. Вчера нажарила котлеты, лапши отварила. И сегодня еще отварила курицу. И сейчас повезу в больницу, в общем. Вот. Еще мне нужно будет заехать в светофор. Купить изюм. Потому что я делаю изюмную водичку. Каждое утро пью. Вот. Ну, все. Мы хорошие. Увидимся чуть-чуть попозже. Так, приехали мы от мамы. Заехали в магазин. Так. Это купили Гоши в светофоре. Такой наборчик. Здесь восковые карандаши, наверное. Фломастеры. Такие карандаши сейчас мы откроем. В общем, смотрите. Карандаши. Целых 24 штуки. Вот. Сейчас немножко повытащим. В общем, карандаши. Вот карандаши. Тут сколько? 12 штук. Ластик. Две строгалки. Фломастеры и восковые карандашики, я так думаю, да? Мелки. И за все за это 111 рублей. Это в светофоре, представляете? Вообще совсем столько предметов. Всего за такие деньги. Это мы Маше корректор купили. По-моему, рублей 25 в фикс прайсе. Так. Это Гоша купили такую азбуку. Учим буквы. В общем, будем с ним заниматься. Моя любимая азбука. Пропись для мальчиков. В общем, будем прописывать. Моя. Ой, как здорово. Так легко для маленьких вообще развивать. Так. И купили. Гоша просил раскраску машинки. Смотрите, какие машинки. Здорово? Да. Хочу виталётик раскрасить. Какая красота. И вот каждый цвет. Где зелёным, он уже знает, что здесь зелёным. Здесь, допустим, красным надо разукрашивать. Вот такие сейчас разукрашки. Ой, самосвал. КамАЗ. Ой, какая прелесть, да, Гоша? Автобус. Трактор. В общем, здорово. Вообще. Так, а ещё мы купили, в общем, зашли, как он у нас, упакцентр, у нас от микроволновки, вот эта вот крышка, она у нас сломалась. В общем, накрывать нечем. Так неудобно. В общем, купили новую. И там же купили вот такую штучку, воды яички, в общем, микроволновку. По-моему, 77 рублей она стоит, что ли, у нас. Яички всё разбиваешь, да, и в микроволновку ставишь. Ну, в общем, попробуем. Вот. Так, ну и, конечно же, я в светофоре купила себе этот, изюм. Потому что у меня уже пачка изюма за неделю ушла. И ещё, значит, я также продолжаю изюм пить, изюмную водичку и изюм съедать. В общем, я уже рассказывала, как я это делаю. Ещё меня попросили рассказать про расторопшу, я чуть-чуть попозже расскажу. Как именно и для чего она предназначена. В общем, вот такие небольшие покупочки у нас сегодня были. Ой, Гоша, как интересно, да, Гоша? А давай попробуем, зрителям покажем, как карандаши всё-таки рисуют. Потому что они плохо пишут. Давай листочек возьмём. Ну, в общем, уже попробовала. Рисуют они нормально. За такую цену даже вполне нормально, в общем. Неплохо. Вот голубую можно попробовать. Можно мне этим подоставать? Нормально. Можно мне этим подоставать? По мастера? Угу. Ну, давай, доставай. Ну-ка, давай попробуем. Давай красный попробуем, да? Угу. Ой, они ещё и двухсторонние какие-то. Ну-ка. Рисует. Только их надо закрывать. Я Гошу не могу научить закрывать фломастеры. Вот если сидит, один рисует, всё. Гоша уже фломастеры все разбирает. А, тут тоньше стержень, толще, наверное. Нормально пишет тоже. Ну, вот и всё. Сейчас Боша будет разукрашивать у меня, да, маленький мой? Садись, иди вот сюда на стульчик. Тебе здесь будет удобнее, да. Садись. Ну-ка, мы сейчас покажем, как Боша у нас умеет. Умница моя. Ты молодец мой. Молодец. Пускай ребёнок развивается, рисует все цвета. А какой цвет ты рисуешь? Синий. Молодец. Вот умница моя. Умница. Так, ну что, попробовали мы яички, что получилось. Вот так. Всё. Здесь у нас паприка, перец, соль и яйца. Сейчас возьмём вилочку. Слеза, пальма, не проклятил. И вот такое яйцо получается. По-моему, нормально. Так, на мой канал поступил я комментарий о том, чтобы я рассказала про траву расторопша. Что это за трава и в каких случаях её нужно принимать. Эту травку я принимаю для восстановления печени. Она очень хорошо восстанавливает клетки печени, выводит токсины и шлаки с организма. В общем, эта травка, это тот же самый корсил еще с советских времен. Вот, кто пользовался корсилом, они наверняка знают, что это за препарат и на какой основе он, из чего он состоит. Состоит он из расторопши. Я пила корсил, пробовала и пробовала расторопшу. Расторопшу мне именно в виде травки намного больше нравится. И действительно, я вижу эффект. Во-первых, это и очищается лицо, да, то есть восстанавливается вообще и кишечник хорошо начинает работать. Так что, ну, что можно еще сказать? Можно пробовать, потому что вот я уже, кто меня смотрит, все знают, что я пью осину, да, и после осины нужно восстанавливаться. Соответственно, и печенку восстанавливать, и тот же кишечник восстанавливать обязательно, потому что мы при приеме осины, соответственно, вводим всевозможные паразиты, микропаразиты, которые в каждом человеке, да, живут, и те же грибы в организме есть. И, соответственно, после этого травления нужно повосстанавливать свой организм. Помимо расторопши, я еще принимаю изюмную водичку, и вместе с изюмной водичкой я съедаю изюм. Это тоже очень хорошо чистит печень, восстанавливает весь организм, в общем, после такого курса очень хорошо себя чувствуешь. А расторопши мы можем пить до месяца. И также, плюс к этому, я пью изюм тоже месяц. И потом, через какое-то время мы делаем перерывы, опять можем, перед тем, как весной, вот сейчас весна будет, перед тем, как мы начнем пить осину, кто со мной пьет, также можно пропить расторопшу, чтобы подготовить нашу печень к, значит, весеннему обострению, да, которое наверняка у всех проходит, как весеннее, так и осеннее, да, обострение бывает. Принимаю я расторопшу, где-то ближе к обеду, после еды. В общем, беру я чайную ложечку, вот так вот она выглядит, и запиваю обильно водичкой. Все, противного в ней ничего нету, хорошо она пьется. Мы пьем всей семьей, пьют и дети у меня, и муж мой, в общем, и отлично мы себя чувствуем после этого. На самом деле, уже вот после недели приема расторопши, чувствуешь вообще облегчение в организме, знаете, прям легкость какая-то, очень хорошее средство, и стоит совсем недорого. Так что присмотритесь, пожалуйста, к такой травке, очень-очень хорошее. И, может быть, кто-то пил такую травку, напишите мне вообще, как вы относитесь, вот как вообще, нравится вам или нет. Вот меня попросили, я рассказываю все-таки, люди просят. Можете информацию больше найти в интернете, также открыть и почитать, и очень-очень хорошо описывается. И отзывы очень хорошие у людей тоже, я тоже читала в интернете отзывы, что действительно люди пили и эссенциали пили, и тот же корсил, и когда у кого-то проблемы с печенью, знаете, и гепатиты у людей, ну и по-разному. И также после травления аписторхов и все прочее, и люди именно начинают расторопшу пить, и результат колоссальный, нежели от таблеток на самом деле, вот. Так что, ну вот так, больше сказать нечего, все, что я знала, я рассказала. Так что, напишите мне, пожалуйста, о своих каких-то результатах, если вы действительно когда-то принимали такую травку. Я тоже очень буду рада почитать и что-то взять для себя, может быть, новенькое. Так что, вот так. Так, а здесь мы готовим, у меня муж готовит, значит, мясо будем жарить и печень. Вот такой вот у нас будет ужин, так скажем. Ладно, что получится, я вам обязательно засниму и покажу. Готовится у нас мясо. Видите, уже с лучком, все прям красота. Мы решили в этот раз потушить. В прошлый раз делали, мы как пожарили, а сейчас хотим потушить. Вот. Так, развела я сегодня опять тесто на кексики. Вот такое. В общем, сейчас буду снова стряпать кексики. Вот. Накладывать их нужно в формочку неполную, где-то наполовину, чуть-чуть побольше. Потому что они будут подниматься и могут, тесто может наверх вылезти. Где-то вот так. Все, я складываю на противень. Муж мне сказал, делай, давай я завтра еще на работу возьму. В общем, им очень-очень нравятся мои кексики всем. Вчера сделала, все съели. В общем, вот так. Рецепт вы уже знаете. Ну, давайте повторю, если кому интересно. В общем, 150 грамм сахара. 150 грамм растительного масла. 150 грамм молока. Немножко соли. Немного, где-то пол чайной ложки соды. Так. Молоко, масло, сахар. И 250 грамм где-то муки. То есть делайте не совсем, чтобы жидкое было. Потому что чем гуще тесто, тем оно более поднимается. И так лучше. Больше мне нравится. А когда жидкое, оно не совсем поднимается. И как-то не особо так сказать. Так. Сейчас, сегодня, кстати, я хочу постряпать их с кунжутом. Сейчас покажу вам как. У меня кунжут есть. Вот такой кунжут у меня. Это с ленты. И я прям сейчас каждую формочку буду сыпать. Сверху посыпать буду. Вот так. Вот такая вот штука получается. То есть они поднимутся сверху и будет красота. В общем. И так каждую формочку я так буду делать. Ну все. Кексики я вытащила. Вот такие они у меня получились. Вкусненькие. Я уже два штучки съела сама. Вот. Эти уже формочки я все перемыла, высушила. Вот так. Так. Сейчас Гоша хочет на горку пойти. Наверное, сейчас пойдем гулять на горку мы. Вот. Гулять хочет ребенок, да, Гоша? Угу. Угу. Пойдем немного перед сном покатаемся, да? Купили мы мелкие. Ну я уже показывала, что те мелкие эти купили. Ну да. Гоша на горки едет он. Вставай. Ну поднимайся. Что? Все. Все. Сколько радости детям зимой. Все. Там папа стоит, ждет его. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok